кто знает что такое индустрии 4.0 вроде как я и занимаюсь но до сих пор у меня полного понимания нет говорят что это что-то такое знаете нейробиологическая будущий этап в развитии всего 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 ну короче хайп да будем считать так я хочу поговорить о маленькой части индустрии 4.0 которую делаем мы мы делаем 3d принтеры фотополимерные 3d принтеры и два года назад шага в шестнадцатом году мы выпустили металлические системы slm печати вот я их не могу назвать представителями индустрии 4.0 потому что это просто инструменты которые выполняли какую-то свою функцию выполняют индустрии 4.0 сейчас появится перед вами я обещал что будет весело юмор дозволителен отлично и так меня надо чтобы было хорошо слышно я на презентации показывал нашу новую машину которая реализует технологию печати металлами в компактном размере вот сейчас я наверное расскажу про нее но применительно к индустрии 4.0 презентация весь видеоряд будет тот же самый так что кто видел можете не смотреть но слова будут другие значит что в моем понимании 4.0 то самое да это когда производство стало максимально биологическим когда она интегрировалась на уровне не конструкторской документации векторов и так далее а каких-то поведенческих структур в ту же самую работу конструкторов и людей которые нас окружают соответственно мы думали как сделать продукт который был бы крутым и одновременно с этим он был бы биологически близким понятным человеком ну естественно хотели мы сделать продуктом из тех которые мы умеем делать да умеем делать мы там не так много фотополимерные принтеры фото отверждаемые материалы кстати по поводу песчаных форм я хотел бы тоже с коллегой потом пообщаться потому что у нас своя лаборатория по высокомугулярным соединениям и многие наработки там и по выжигаемым вариантам мы делаем и кстати по термоустойчивым кстати тоже что-то у меня было и так так давайте я быстренько покажу машинку которая сегодня представлялась это настольная система печати металлами компактного размера да мы все двигаемся к тому чтобы принтеры стали там все об этом говорим там маленькими небольшими и так далее наверное первый шаг с моей стороны к тому чтобы слм технологии технологии печати металлами сделать настольный соответственно пока так в машине еще много свободного места и мы скорее всего будем работать над тем чтобы ее делать более более компактно и так далее но для того чтобы мы вели разработки свои да нам нужна ваша помощь как клиентов потому что в разработке мы ведем собственно все на свои деньги всегда да мы удержались там от массы поглощений и и если бы конечно мы приняли те предложения которые нам поставил приходили да мы бы наверное сейчас сделали бы очень много всех разных интересных штук а так мы пока просто планомерно развиваем те продукты которые развиваем и так маленькая компактная машина простая настольная так но это пару слов о том что собственно я сейчас не касается то что нашего опыта да маленькая простая машина с объемом рабочей камеры 170 миллиметров в диаметре 140 высотой как вы понимаете на рынке сейчас нет слм принтеров ни российских не импортных и так далее которые работали бы в компактном размере бы и имели возможность формировать изделия вот по такому основанию да и вот такой высоты в в ну это практически уже техника близкая к офису да соответственно машина оснащена ко всему прочему очень мощным лазером 300 300 ватт которого и имеет различные варианты исполнения от точки 35 микрон до 65 микрон что позволяет проплавлять любые сплавы включая там драг металлы у меня спрашивали тугоплавки и материалы там хоть в анаде давайте это греть в машину встроена там масса всяких вещей которые позволят ей достаточно безболезненно служить на благо своего потребителя соответственно это предфильтрация порошков это технологии сдува факелы которые обеспечивают хорошее качество и я пару слов хочу сказать по поводу того как мы это делаем да потому что для того чтобы сделать эту машину мы полтора года занимались электроникой в машине весь контроль технологии наш все контроллер вот они перед вами сделаны нами никакого китая это все спроектировано в петербурге моими коллегами моими ребятами с которыми мы идем по этому сложному пути системы сложные да вот вот эта плата вот крошка вот это да это десятислойная пися экспресс плата с тремя гигами ддр и двумя плисами на борту старший из которых пятый циклон и соответственно благодаря вот этому контроллеру мы сейчас можем строить практически любые системы это сла системы с одним 24 там так далее лазерами это slm система с любым количеством лазеров с любыми скоростями практически но не суть в этом мы говорим про индустрию 4.0 пока мы рекламой занимаемся пользуясь случаем и я хотел показать просто для сравнения до канонический диск который фрезеруют стоматологи да из него мы режем 24 изделия в среднем и и диск который напечатать на нашей машине количество изделий вы видите на экране одинаковое время работы примерно до экономика определяется уже только экономии газа экономия рабочего времени человека порошками и так далее что мы сделали внутри этого маленького корпуса во первых это система рециркуляции фильтрации газов у нас внутри камеры происходит несколько процессов процесс защиты оптики вместе с лучом лазера у нас подается поток очищенного газа который сдувает всякие продукты горения которые могут возникнуть чисто теоретически практически соответственно грязный чистый газ заходит сдувает у нас факел соответственно для оптики нас нет никаких там помех и так далее то есть это все то что за полтора два года конкул плотного общения с клиентами мы услышали все вот эти хотелки мы реализовали в этой маленькой компактной машине соответственно происходит опять-таки растарка порошка в среде инертного газа что достаточно сильно экономит порошки позволяет работать с пероформыми материалами с титаном с алюминиевыми пудрами и так далее разные типы рак или в том числе наш запатентованной мы запатентовали щетку благодаря этой щетке стальной да мы можем работать с порошками которые имеют не сферическую форму то есть это металлические порошки к крайне низкой цены и соответственно при помощи вот этого расширение нашей машины мы можем работать с этими материалами большая работа собственный софт да соответственно вся наша система крутится на софте тоже мы его делали биологически потому что мы пошли по пути разбивки сразу моделей твердотельных на какое-то большое количество элементов оттуда два пути кстати коллеги из есай я очень рад вашей разработке я думаю надо понаблюдать за ней потому что что-то может быть мы сможем повторить во первых мы будем делать симуляционные процессы да то есть наша задача из триангулятики достаточно простого слайсера который правда уже сейчас поддерживает все технологии 3d печати которые существуют в мире сделать систему которая позволяла бы симулировать какие-то процессы да она и сейчас уже строит поддержки вся математика это это по идет на гпу мы используем там кудо ядра мы используем ядра видеокарты для защиты этого мы поддерживающие структуры строим не хуже по времени ну по качеству пока хуже соглашусь чем magic ну не долго сказать процесс это займешь чтобы мы догнали вот мы сейчас считаем на среднем компьютере порядка двадцати пяти тридцати тысяч поддерживающих структур за одну секунду это все благодаря тому что мы используем сотни видеоядер которые заложены в видеокартах и благодаря вот этим же видеоядерам мы планируем делать симуляционный процесс всему математику вот которая симуляционная будет делаться будет считаться тоже на ядрах видеокарт надеюсь эти майнеры биткоинов скоро закончат свой бизнес и у нас появится нормальные дешевые видеокарты на которых мы сможем делать то для чего они созданы до считать математику а вот теперь мы поговорим о 4.0 итак это новый подход да не знаю может быть спорный может себя не оправдает мы назвали вот эту рашнер селем факторе печатающей ячейкой почему потому что на базе этой самой печатающей ячейки мы планируем делать средства для расширения для масштабирования бизнесов людей по печати металлических изделий все закончили время экспериментов я рассчитываю что мы переходим в производственный процесс да мы какое-то время поизучаем еще порошки готовые сплавы и так далее так далее а потом уважаемые конструктора которые есть в этом зале надеюсь будьте любезны включать в ваше кд изделия сделаны аддитивными технологиями не только говорить о них соответственно как только мы получим вот тот процесс когда конструктора смогут включать честно до бионические изделия оптимизированные изделия топологически мы получим рывок в спросе к этой технологии соответственно мы сможем вкладывать деньги в наши разработки делать машины еще более компактными еще более близкими человеку более биологичными знаете еще есть один кадр где написано цена этой машины но я сейчас его не буду показывать не то это мероприятие приятел в Субтитры подогнал «Симон»